Здравствуйте, друзья мои. Оскар Вальд писал, что надо быть собой, потому что все другие роли уже заняты. Но что значит быть собой и как стать собой? Это самое сложное, потому что никто этого не знает, кроме вас, но вас все определяют. Мы живем в обществе, где люди не хотят знать друг друга, потому что не знают себя, потому что главный смысл существования нашего на Земле самопознания – это удел немногих мыслящих людей, разумных людей. И вот, не познавая себя, не зная себя, мы пытаемся, не то что пытаемся, мы указываем другим, кто они есть. Мы определяем других, не будучи способными определиться миг себя. Потому что многие из нас собой не являются. Мы просто клоны других людей, мы продукт социума, продукт этого общества. Так вот, сначала человек отделился от природы, создав общество, а теперь пришло время стать личностью, отделившись от общества, от социума. И вот я ловлю себя на мысли, что я не могу принять это общество, которое меня окружает, общество больных людей, общество нелюбви, общество насилия. и я принимаю то, что я не могу принять это. Интересный ход мысли, интересный ход мысли. То есть я принимаю, и мне с этим легко жить. То есть я принимаю себя таким, какой я есть. Я принимаю, что и понимаю, что общество это не может ничего человеку дать. Об этом очень хорошо пишет Виктор Франкл, в частности, про свой опыт пребывания в концлагере. И он пишет о том, что люди, которые ждали чего-то от других, они умирали раньше других. Теряли надежду, впадали в отчаяние и не хотели жить. По сути, ничего не поменялось. Точно так же и сейчас. Если вы чего-то ждете от общества, от государства, от политиков, от других людей, вам единственное, что вам захочется, это не жить, не быть, не существовать, самоубийца. Все. Поэтому слова Виктора Франкла, его опыт актуальны до сих пор. и чтобы выжить в этом аду, нам нужно думать не о том, что мир нам может дать, а о том, что мы можем дать миру. Что я могу дать миру, если все в нем уже есть? Только свое видение, только свою самобытность, свою уникальность, оригинальность, которые есть проявления чего? Меня. Подлинного, истинного, настоящего, не фейкового. То есть, я оценен для мира, когда я являюсь самим собой. Это прекрасно. Это прекрасно. Тем не менее, нас постоянно пытаются определить. Причем, определяют нас в негативном, как правило, ключе. Как правило, оценки, характеристики даются негативные. Токсичные. Уничижительные. Обесценивающие. Общество враждебно личности. Вот о чем идет речь. И те, кто составляют это общество враждебно друг другу. Это общество жертв. Мы живем среди жертв. Генетических жертв. И, конечно, ждать от них поддержки не приходится. Вот, вы знаете, те, кто со мной общаются, всегда радуются. Радуются и знают мою удивительную способность и умение, и навык поддержать человека в любой ситуации. Поддержать так, что у человека вырастают крылья моментально. Такая поддержка большая редкость. И она присуща людям психологически грамотным, которые поняли, что такое быть собой, позитивное мышление, избавились от негативных переживаний, разрушительных мыслей, ограничивающих убеждений, которые живут в радости, в кайф, которые избавились от критики и самокритики. Как такого, как критика, как и самокритика, как сценарий жизненный, как вот эта дурная бесконечность, вечное недовольство, возмущение. всеми и вся. Это происходит, потому что человек не проживает свою жизнь. Вот второй аспект. Быть собой очень важно, потому что миру нужны индивидуальности, оригиналы, уникумы. И второе, именно индивидуальность, уникум и оригинал только он и проживает свою жизнь. И тогда человек счастлив, он самореализуется, он думает о себе, о своих целях, задачах, о своей жизни, о своем творческом потенциале, о самопознании, саморазвитии. И это безусловно позитивные цели. Безусловно это позитивное мышление, когда мы думаем о себе и заняты собой. И вот это то, о чем я и хочу сказать. То есть социум работает на то, чтобы таких людей не было. К сожалению, система наша, одна единственная есть система, это система власти и подчинения. Никакой другой не существует. это демократия, конституция, прочее. Это такой же обман, как и религия. И вот почему это все появилось? Это пришло на смену религии, потому что была эпоха просвещения и в общем философы, которые развенчали религию, церковь, вот эти учения, идеологии различные. Да и они не могли удовлетворять потребности, духовные потребности человека. И развенчали еще, и потребовалась другая иллюзия, другой способ управления людьми, и придумали вот конституцию и демократию. Хотя власть не меняется, и система остается такой же, и люди по-прежнему жертвы, рабы, и по-прежнему вот тот негатив, который есть в религии, он есть и в светской жизни. лицемерие, кумиры, принесение себя в жертву, ну вот война, например, люди приносят себя в жертву во имя чего? Во имя иллюзорных, выдуманных каких-то страхов, целей. Такая же, как в религии, например, рад, ад, ад и рай, воздаяние, да, и так далее. Вот что здесь то же самое. То есть мы недалеко ушли вообще не только от средних веков и там даже от пещерных людей. Так вот, выбор человека быть собой это выбор разумной жизни. Это выбор не быть как все. Это значит не быть как все путь этот лежит через развитие интеллекта, через разум, через разумную жизнь, через мудрую жизнь. И все великие люди, о которых я вам рассказываю, цитирую и которыми я восхищаюсь, были именно такими людьми, но не похожими на всех остальных, которые выделялись из этой серой массы, толпы, народа, это все одно и то же. Поэтому что мы имеем? Вот Лаузы, Шанкара, Будда, Кришнамурти, Гуджиев и так далее. Можно много имен назвать этих прекрасных людей, у которых мы можем учиться и учимся, и учимся. Нужно учиться. Обязательно. Значит, что делать? Не позволять никому определять вас, тем более в уничижительных тонах, когда вам говорят вы никто, это сразу сигнал, красный сигнал, что вы имеете дело с быдлом, вы имеете дело с рабами, с жертвами, имеете дело с глупыми людьми. Во-первых, по несколько, и с малокультурными людьми, с ограниченными людьми, недалекими, конституционально глупыми. Почему? Потому что, во-первых, ты высказывание, вот, ты высказывание всегда провоцирует конфликт. Всегда. Поэтому, вот те, кто у меня учится, по программе занимаются, знают это, мы изучаем эти очень важные вещи, например, язык ответственности. Так вот, ты высказывание это конфликт всегда. То есть, зачем это человек делает? Значит, это конфликтный человек. Если это человек конфликтный, то это глупый человек. Это человек, который пытается вас вовлечь в этот треугольник кармана. То есть, он и сам не живет, и другим не даст. Поэтому эмоции у этого человека. Эмоции. Эмоции это что? Это препятствие для результатов. Вот самое главное слово для нас с вами это слово результат. Результаты. Они должны быть. обязательно должны быть результаты. Второе слово ответственность. Очень важное слово ответственность взять на себя. Вот. Ответственность и результаты. Третье слово спокойствие. Так вот, есть такие... А в треугольнике картмана на это все отрицается. И вот не быть жертвой. Победитель. Четвертое слово победитель. Поэтому в треугольнике картмана там что? Там все жертвы. Там полная безответственность. Там нет никаких результатов. Там есть сильные негативные эмоции. Все. это путь в тупик. Это путь к нервному срыву. Это путь к психологическим проблемам, психическому нездоровью и к потерям всевозможным. Прежде всего это психоэмоциональные потери. Потом это потеря здоровья и потеря благосостояния. Деньги теряют, имущество и так далее. Значит есть вместо ты высказывание я высказывание. То есть говорить о себе. От себя. Я думаю, я считаю, я полагаю. То есть всячески избегать этого местоимения ты. По моему мнению. Но ни в коем случае не переходить на личности. Кто этого не понимает, это глупые люди. С ними не связывайтесь. Вообще очень много глупых людей, очень много глупых женщин. С ними лучше не связываться. Глупая женщина она это женщины катастрофы. Женщины катастрофы это женщины беда. То есть что они делают эти женщины? Во первых они постоянно спорят с мужчинами. Раз. Это катастрофа. Во вторых эти женщины суют свой нос не в свои дела. В третьих они пытаются доминировать, управлять мужчиной, подчинять его себе. Это ужас просто. Вот. И в четвертых эти женщины оскорбляют мужчин. Вот. И как бы показывают свое пренебрежительное к ним отношение. Это недопустимо. Все. И таких женщин надо просто гнать от себя вот этой вот ну так мягко скажем грязной тряпкой. Вот. Подальше. Подальше от них держаться. От таких женщин. Вот. Женщина если женщина такая, то она принесет беду просто. Она будет источником неприятностей. Она принесет неприятности. Вот. А если женщина умеет создавать пространство любви, если она кроткая, если она ощущает себя богиней-королевой, если она умеет флиртовать, если она веселая и жизнерадостная, если она позволяет мужчине о себе позаботиться, если она любит себя и мужчину, видит в нем главного человека в своей жизни, в любом мужчине, которого она встречает, видит главного человека в своей жизни, словесно и мысленно вслух и про себя делает мужчине комплименты мужчинам, то вот эта замечательная прекрасная женщина, цены ей нет. Она бесценна. и вот таких женщин мужчины тоже боготворят и с удовольствием о них позаботятся, с удовольствием. Только рады будут, но для этого женщина не должна никак доминировать и спорить с мужчиной и презирать его уж тем более. Вот такие мысли у меня сегодня. Так что будьте собой, это страшно, конечно, но и кажется, что это невозможно, поскольку никто никогда вам об этом не говорил и не хотел, чтобы вы были собой, а хотели, чтобы были, как все, особенно матери, да, вот карьеру сделай, будь как они, смотри на них, будь как все, и тогда ты устроишься, не выделяйся там и прочее. На самом деле они не понимали, что они идут против природы своего же ребенка. Вот есть у Андрея Вознесенского стихотворение самое короткое «Мать». его надо просто это слово «Мать» быстро повторять много раз и вы услышите слово «Тьма». Мать, 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 вот «Тьма», да, вот «Мать» и «Тьма», вот что они делают. Даже самые близкие люди не хотят, чтобы вы развивались и были собой. Но когда вы приходите к этому все-таки, о, чудо, это настоящее чудо, рождение личности, тогда нужно уметь держать удар, выстраивать личные границы, защищаться от этого токсичного влияния социума. и вырабатывать свое отношение к различным жизненным ситуациям. Вот опять здесь Виктор Франкл нам очень помогает. Его мужество, стойкость, его мудрость невероятная и знания, которые подкреплены самым чудовищным опытом, который может быть просто в человеческой жизни, это опыт концлагеря, опыт тюрьмы. Вот, так что, кстати, у Варлама Шаламова тоже опыт тюрьмы есть и тоже очень полезные советы он дает. Вот это я хотел сказать, будьте собой, это самое лучшее, что вы можете дать миру, это быть собой, не будьте ни на кого похожи. И постарайтесь принять себя, самое главное себя принять, это очень трудно, очень трудно. До сих пор люди есть, старые уже, но прожили жизнь, но там уже все на автомате, конечно, уже ничего не соображают, а вот как у них, как у них, вот живут чужой жизнью, не свои, поразительно даже. Вот матери звонят своим сыновьям и дочерям, которых не видели, с которыми не живут, и вместо того, чтобы поинтересоваться жизнью своих детей, они рассказывают о том, как о жизни чужих детей, как там вот у знакомой, у подруги дети, да вы что, почему что о своих детях не думаете и не интересуетесь их жизнью, вот такое, вот так живут, конечно, что могут дать такие родители своим детям в плане личностного роста, ничего, ничего, поэтому сам ребенок должен себя сделать, сформировать, вот мне очень повезло, я встречал сегодня на консультации, как раз я об этом рассказывал, тоже делился своим опытом, я встречал очень интересных людей в своей жизни, великих личностей, вот, ученых в основном, ученых людей, очень умных людей, мудрых, гениальных людей, вот так, и не только ученых, но людей культуры, образованных, необычных, людей, оригинальных, самобытных, мне вот в этом повезло, вот, я видел их и знаю, и получил я очень много от них, на самом деле, так что будьте личностями, это самое интересное, что только может быть, это личность, если вы не являетесь личностью, не проживаете свою жизнь, то вы зря живете, просто зря, и никто не хочет, чтобы вы были личностями, чтобы вы прожили свою жизнь, потому что все хотят одного доминировать, использовать, общество, поэтому система власти и подчинения, поэтому общество потребления, а не система счастья и осознанности, и не общество поддержки, общество не является поддерживающей святой, наоборот, оно демотивирует, это демотивация, вот что, видите, как сложно, как трудно жить в таком аду, но если вы справитесь, то вы поймете, что как прекрасна жизнь, и что вы живете не зря, и получите дары, дары этой жизни, от жизни, возьмете от жизни все, это есть путь, и самое ужасное, это быть как все, быть похожим на других, и люди не замечают этого, не понимают даже, какие они клоны, какие они все похожи, я поскольку я уже окунулся в этого все, в психологию, и в психопатологию, и психотерапию, и в расстройство личности, я это очень хорошо вижу, насколько и не осознают даже, насколько они продукты, большинство людей, насколько они продукты этого общества, насколько они все неинтересные, скучные, и предсказуемые, обычные, неглубокие, поверхностные люди, поэтому такая депрессуха, потому что нет глубокого общения, нет интересного общения, и как люди, вот психотерапия, да, ведь это же с помощью слов, с помощью мыслей, люди исцеляются, исцеляются, никакие не лекарства, ничего, избавляются от депрессии, начинается другая жизнь совсем, совсем другая, богатеют люди, вот, у меня, у ученики деньги заплатили, а на консультации не появляются, потому что пошел поток финансовый в виде работы, и они счастливы, что работают, и зарабатывают еще больше денег, но ведь это всего лишь мы, ну, всего лишь, да, поговорили, но как изменилась жизнь сразу, вот так, так происходит психотерапия, так что не стоит недооценивать слова, которые мы слышим, которые мы говорим, мысли, которые у нас появляются, это очень серьезно, это очень важно, это очень ценно, поэтому не общайтесь с теми, кто вас разрушает, и разрушает себя, общайтесь с теми, кто вас созидает, кто заинтересован в вашем развитии, с теми, кто вас любит, ну, и, конечно, полюбите самих себя, и развивайтесь сами, поставьте цель такую, для самих себя.